Здравствуйте! Плюшки из дрожжевого слоеного теста с заварным кремом с орешками и сушеными ягодами, приготовленные по этому рецепту, это очень вкусная, изысканная выпечка к чаю или кофе. Приготовим дрожжевое слоеное тесто. В миску миксера просеиваем 700 граммов белой муки. Добавляем 2 чайные ложки соли, 80 граммов или 4 столовые ложки сахара и 10 граммов сухих дрожжей. Перемешиваем. Добавляем по одному 2 яйца, 350 миллилитров молока комнатной температуры и 60 граммов мягкого сливочного масла. На малой скорости вымешиваем гладкое мягкое тесто, выкладываем тесто на стол, подкатываем в шар, возвращаем в миску, накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре приблизительно на 2 часа. Тесто должно увеличиться в объеме в 2 раза. Подошедшее тесто выкладываем на стол, придаем прямоугольную форму, кладем тесто в целлофановый пакет и отправляем в холодильник минимум на 8 часов. Через 8 часов вынимаем тесто из холодильника, раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Подготовим масло для закатки. 500 граммов холодного сливочного масла кладем в целлофановый пакет и разбиваем его скалкой, придавая ему форму прямоугольника, размеры которого чуть меньше половины размеров раскатанного теста. Когда масло разбивают скалкой, оно остается холодным, но становится мягким и удобным для работы. Кладем прямоугольник масла на одну половину теста, накрываем второй половиной, зажимаем края скалкой. Раскатываем до толщины 1 см. Из дрожжевого слоеного теста Дэниш можно приготовить яблочный пирог, можно приготовить булочки, завитушки. Рецепты этих и других блюд из дрожжевого слоеного теста вы найдете на нашем сайте видеокулинари.ру или по-русски видеокулинария.рф Складываем тесто в четверо, книжкой. Кисточкой сметаем излишки муки. Кладем тесто в целлофановый пакет и отправляем в холодильник на 30 минут. Через полчаса вынимаем тесто из холодильника. Располагаем его на столе так, как оно лежало до холодильника. Поворачиваем на 90 градусов и раскатываем в пласт толщиной 1 см. Складываем втрое. Кисточкой сметаем излишки муки. Кладем тесто в целлофановый пакет и отправляем в холодильник на 30 минут. Тесто готово. Приготовим заварной крем. В кастрюлю наливаем 300 мл молока. Добавляем 60 г сахара и доводим до кипения. В отдельную миску разбиваем 3 яйца. Добавляем 60 г сахара, 30 г крахмала или муки и 150 мл молока. Хорошо перемешиваем венчиком до получения однородной смеси. Не прекращая перемешивать венчиком, тонкой струйкой вливаем горячую молочно-сахарную смесь. Возвращаем смесь в кастрюлю, ставим на средний огонь и все время перемешивая венчиком, варим крем до загустения. Выключаем огонь, добавляем 50 г сливочного масла и перемешиваем до полного растворения масла. Готовый крем переливаем в другую посуду, накрываем пищевой пленкой и остужаем. Приготовим начинку. 150 г орехов пекан, грецких орехов или любых других орехов по вашему выбору обжариваем и слегка измельчаем ножом. Складываем в миску. Добавляем к орехам 100 г сушеной клюквы или сушеной черной смородины или изюма. Пол чайной ложки корицы, пол чайной ложки соли перемешиваем. Вынимаем из холодильника тесто, выкладываем на присыпанный мукой стол, раскатываем в пласт размером приблизительно 60 на 30 см. Делим пласт на 3 равных прямоугольника размером 20 на 30 см. На каждый прямоугольник выкладываем и равномерно распределяем третью часть заварного крема. Посыпаем 1 третий подготовленной начинки и сворачиваем в рулет длиной 30 см. Делим на 10 равных частей. Таким образом, из данного количества продуктов у нас получится 30 плюшек. Готовые плюшки выкладываем на противень, выстеленный бумагой для выпечки. Накрываем полотенцем и оставляем для расстойки на полтора часа. Через полтора часа очень осторожно смазываем плюшки желтком и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия приблизительно 15-20 минут до золотисто-коричневого цвета. Готовые плюшки вынимаем из духовки, перекладываем на деревянную доску, смазываем абрикосовым джемом, слегка разведенным с водой. Даем плюшкам немного остыть и подаем очень вкусные, аппетитные, румяные плюшки к чаю или кофе. Вдохновение вам! Удачи и приятного чайпития! Субтитры создавал DimaTorzok